Министерство путей сообщения К громоздким, морально устаревшим системам приходят новые, современные, высоконадежные и высокоэффективные комплексы. Одним из таких комплексов является диспетчерская централизация ТРАКТ. Диспетчерская централизация ТРАКТ разработана совместно конструкторско-технологическим бюро Техтранс и проектным институтом Дипротранс-сигнал-связь, расположенным в Санкт-Петербурге. Активное участие в разработке и внедрении системы приняла Горьковская железная дорога. Первые опытные образцы были установлены именно в Нижнем Новгороде. Они прошли успешные испытания, и теперь дорога активно перевооружает систему управления. Уже 13 диспетчерских кругов Горьковской железной дороги оснащены системой диспетчерской централизации ТРАКТ. Диспетчерская централизация ТРАКТ состоит из аппаратно-программных средств центрального поста, линейных пунктов и коммуникационных систем. Центральный пост управления ТРАКТ-ЦП полностью заменяет существующие посты и состоит из автоматизированного рабочего места поездного диспетчера, резервированной коммуникационной аппаратуры, автоматизированного рабочего места дежурного электромеханика. Центральный пост базируется на персональных компьютерах промышленного исполнения, которое оснащено целевым программным обеспечением, разработанным специалистами проектного института ГТСС. Для поддержки протоколов систем диспетчерской централизации Невая Луч используются модули цифровой обработки сигналов с процессорами ADSP-2181. Структурно ТРАКТ-ЦП представляет собой систему, состоящую из двух комплектов, функционирующих в горячем резерве с автоматическим замещением отказавшего элемента, позволяет гарантировать доставку сообщений, гибко менять границы управляемых диспетчерских участков, включать новые управляемые полигоны, расширять число пользователей. В структуре сети, построенной на базе Landware, реализовано централизованное хранение нормативных данных, архивов и протоколов работы системы, информация надежно защищена от несанкционированного доступа. Рабочие станции системы разделены на группы, имеющие унифицированное программное обеспечение в пределах группы и отличаются только описанием нормативной базы. Все права по администрированию и корректировке нормативной базы возложены на отдельную станцию, доступ к которой имеют только разработчики и ограниченно администратор системы. Корректировка описания изображений станции доступна обслуживающему персоналу. Для этих целей используется специализированный графический редактор. Автоматизированное рабочее место электромеханика позволяет осуществлять в интерактивном режиме мониторинг линий связи и состояние аппаратно-программных средств диспетчерской централизации. Система TRACT относительно системы НИВЫ, которая была у нас раньше, работает надежно и просто в обслуживании. Устройства центрального поста работают устойчиво. Архивы армов электромехаников позволяют определять время, причину и место отказов на линейных пунктах. Линейный пункт TRACT-АЛПЭ состоит из основного и резервного комплекта аппаратных средств, соединенных между собой основной и резервной локальными сетями. Аппаратное и программное обеспечение линейного пункта строится по модульному принципу. В состав технических средств TRACT-АЛПЭ входят следующие модули. Мастер, ведущий процессорный модуль АЛПЭ, связной модуль, модуль модем-фильтр-генератор, модуль ввода дискретных сигналов, модуль вывода дискретных сигналов, модуль вывода ответственных команд, первичный преобразователь питания, коммутатор цепей питания, источник бесперебойного питания, вторичные источники питания, устройство гальванической развязки локальных цепей основного и резервного комплекта, устройство ограничения перенапряжения и подавления высокочастотных помех, устройство грозозащиты. Модули компонуются в 19-дюймовый шкаф, доработанная конструкцией которого позволяет поддерживать устойчивое функционирование в интервале температур от минус 50 до плюс 70 градусов Цельсия без использования принудительного охлаждения или подогрева с обеспечением надежной защиты от пыли, влаги и грызунов. Аппаратура Тракт-ЛП несет основную нагрузку по обеспечению безопасности и надежности функционирования всей системы и работает в автоматическом режиме. Поэтому в конструкции линейного пункта широко используются различные системы контроля, диагностики, аварийного переключения и устройства защиты. Так, например, при отключении общей электросети система посредством специально разработанных безинерционных коммутаторов переключается на автоматический источник питания. Организация программно-аппаратных средств линейного пункта позволяет производить замену неисправных модулей без выключения источников электропитания. Конструкция линейного пункта содержит несколько уровней обеспечения безопасности функционирования с резервированием и возможностью перераспределения функций. В случае большого числа точек контроля и управления линейный пункт может комплектоваться несколькими шкафами с суммарным числом модулей до 100 штук. Коммуникационные системы, обеспечивающие связь центрального поста и линейных пунктов, предполагают использование как существующих отраслевых специализированных систем связи, так и прогрессивных связных стандартов с повышенной помехозащищенностью и скоростью передачи информации. Диспетчерская централизация «Тракт» имеет возможность интеграции со смежными информационно-управляющими системами, системами автоматики и контроля, которыми оснащены железные дороги России. Это важное достоинство отечественной разработки по сравнению с зарубежными аналогами, поскольку оно дает возможность постепенного перехода систем управления движения на новую, современную технологическую базу. Переоснастку можно вести некомплексно, а меняя аппаратуру управления и контроля на отдельных станциях, участках железной дороги. Преимуществом диспетчерской централизации «Тракт» по сравнению с зарубежными аналогами относится также то обстоятельство, что не уступает, а где-то превосходя по возможностям и техническим характеристикам, отечественная система стоит в несколько раз дешевле. Сегодня можно наглядно оценить ее работу на тех участках железной дороги, и где она функционирует. А это 13 диспетчерских кругов на Горьковской и один на Октябрьской железной дороге. Это единственное пока на транспорте место, где усилительная техника от информационных систем перешла к управляющим системам. К сожалению, для многих еще вот это остается черным ящиком. И что там делается, многие еще плохо представляют. Поэтому этот первый шаг будем считать к созданию управляющих систем на травм. Если мы, допустим, года два еще позанимаемся над улучшением, то можно решать совершенно другие. Следующий этап появления вычислительной машины и программы такой, которая управляет участком вообще без силы. Конструкторско-технологическое бюро техтранс и проектный институт гипротранссигнал-связь не останавливаются недостигнутым. Постоянно ведется работа по совершенствованию диспетчерской централизации тракт, повышению эффективности, безопасности, надежности работы системы. Предприятия открыты для предложения по сотрудничеству и готовы работать по индивидуальному заказу с учетом специфики организации управления и контроля на конкретном участке железной дороги России и зарубежья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин